СВЯТОТРОИТСКИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ МОЛИТВА При жизни преподобного монастырь мирно развивался и благоустраивался. После кончины угодник Божий был погребен в обители. Его честные мощи, обретенные 16 лет назад, сегодня открыты для всенародного поклонения. Преподобный Мартирий Зеленецкий является тем подвижником, тем угодником Божьим, который в своей жизни является истинным послушанием Богу, истинным послушанием Церкви Христовой. Мы сами знаем его в жизни о том, что, будучи монахом Кихинского монастыря, он искал ту пустыню, искал в своей жизни духовное совершенство, и, придя сюда, получив откровение к Божьей Матери, он здесь своей молитвой, своими трудами приобрел многих-многих подвижников, монахов и насельников этой обители. Нам сегодня, живущим в мире, необходима та духовная поддержка, которую мы видим и чувствуем в тех преподобных, в тех угодников Божих, в тех святых, которые в своей жизни просияли в этом мире. И, конечно, 330 лет основания обители преподобного Маргиря Зеленского, в которой сегодня мы находимся, это особая дата, особая радость и создает чувство того, что обитель практически восстановлена. Братья и все паломники, кто приезжает, кто здесь живут, они чувствуют особое место, и, наверное, особое чувство радости мы воспринимаем, когда приезжаем сюда. Здесь не было дороги, и люди, добираясь издалека, проезжали особо через станцию пешком и шли в это место, полуразрушенное место, где не было ни окон, не было ни купола, ничего не было. И вот на протяжении нескольких лет эта обитель восстанавливается, и обитель получает ту красоту, ту разницу, когда это было при ее основании. В 17-м столетии монастырь достиг подлинного расцвета. Он был отстроен в камне благодаря стараниям митрополита Корнилия. Именно тогда монастырскому ансамблю был придан вид, знакомый нам и сейчас. Монашество является двигателем, импульсом для проявления в человеке того духовного, что дано было Богом, каждому из нас. Наверное, человек, который восстанавливает что-то или строит свои жизни, не замечает, что происходит, и кажется, что так оно и было. Но взяв в руки те фотографии, которые сделаны были людьми, в то время, когда мы сюда прибыли, конечно, да, многое изменилось. Но чувство удовлетворенности присутствует и до сих пор в сердце, что еще очень много предстоит сделать. И поэтому говорить о достижениях каких-то не приходится и не хочется. Об этом можно говорить тогда, когда уже во всей мощи, своей красе этот удивительный памятник истории культуры и, конечно, церковной истории будет сиять в том виде, в котором он был задуман основателем, Мартирием Зеленецким и строителем, митрополитом Корнилием Новгородским, который в камне отстроил этот величественный монастырь. Когда техники не было, и строились такие шедевры, просто понимая, что какие были могучие люди, насколько было огромное сердце и насколько была величественная душа русского человека, когда она работала во славу церкви, во славу Бога. За годы своего существования пережил монастырь много славных событий, но потрясали его святые стены и ужасные трагедии. Жгли его шведы, жгли и последователи протопопа Аввакума. У монастырских стен большевики расстреливали монахов, разорили обитель. Потом пришли фашисты, и у монастырских стен опять начались расстрелы. Сколько скорби здесь, но одновременно столько благодати. Все было разрушено, и лишь в 1992 году Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь возвращен в православные церкви. Стали восстанавливаться стены, своды, храмы и келий. Затеплилась неугасимая лампада веры. Стало возрождаться монашеское делание. Что пришел виси, братья, припадая святому жертвеннику и святей дружине сей? Желаю жития постнического, честного. Желаешь ли сподобиться ангельского образа и в чинену бытия лику монастующих? Ей, Богу, содействуй, честный. Идет иноческий постриг. Великое событие для монастыря. Ей, Богу, содействуй, честный. Прибудешь или в монастыре, и в постничестве дарят до последнего твоего издыхания. Ей, Богу, содействуй. Слово «монах» обычно переводят как «один» или «одинокий». Но в основе этого понятия лежит нечто большее, «единый». Как личность, свободная от оков мира, от плена его понятий и представлений. Монах, осознавая себя единым в мире, ищет единого Бога. Как центр и смысл своего бытия. Как единую любовь своего сердца. Желание находиться в постоянном Богообщении становится главным содержанием его жизни. К нему устремляются все силы его души и духа, слитые воедино. Нового инока Иоанна принял под свой покров небесный игумен монастыря преподобный Мартирий Зеленецкий. Монашество охватывает всю духовную жизнь человека. Поэтому понять его можно, лишь пережив и прочувствовав его. Как невозможно понять, что такое любовь, не испытав ее в своем сердце. Огромные заботы, тяжелой труд легли на плечи братьев. Восстановить монастырь – очень ответственная и непростая задача. Каждая обитель сильна верой, молитвой, крепка своими насельниками и их подвижнической жизнью. И вот обители – это островки, построенные по особому укладу, в особой архитектуре. Когда человек заходит и вокруг себя физически ощущает замкнутое пространство. И здесь совершенно по-другому. Он начинает мыслить, начинает думать, размышлять. И вот всегда из монастырей выходили люди очищенные, обогащенные духовно. И давали огромные результаты для своей родины и для людей, которые населяют нашу Россию. Вглядываясь в житие преподобного Мартирия и Корнилия, конечно, хочется соответствовать. Соответствовать их, я даже не знаю, рангу, статусу. Просто их полету, полету духовной жизни. Иметь дерзновение делать такие дела. То есть форпост среди лесов, среди болот, форпост православия. И осознавая это, конечно, зажигается и теплится такое чувство, что ты являешься продолжателем и причастником всего этого. Дает определенный стимул. Но еще очень много предстоит делать. Очень много. И, конечно, зависит это от людей, которые окружают и посещают нашу обитель. От их сердца должно изливаться желание, чтобы были обители и монастыри. Потому что это все задается для людей. Бережно хранит обитель рукописи, документы, исторические памятники. В летописи монастыря рассказаны удивительные истории о монашеском подвиге простых иноков и игуменов Зеленецкого монастыря. В обители подвязались дивные подвижники, некоторые из которых причислены к лику святых Русской Православной Церкви. В советское время в обители располагалась то трудовая община, то дом инвалидов, то подсобное хозяйство алюминиевого завода. Было утрачено внутреннее убранство храмов, разрушено монастырское кладбище. По крупицам собирается и восстанавливается некогда богатое наследие древней обители. В 1998 году, ведомые промыслом Всевышнего, с благоговейной радостью обрели монахи, находящиеся под спудом мощи основателя монастыря, угодника Божия преподобного Мартирия Зеленецкого. Это вдохновило и укрепило братью на нелегком пути преображения монашеского дома. Именно здесь были обретены мощи русского святого и молитвенника за наш край. В будние праздники едут паломники в это отдаленное место, чтобы поклониться преподобному Мартирию Зеленецкому. Рядом с гробницей небесного покровителя обители покоится строитель монастыря и его горячий молитвенник, митрополит Корнилий. Один из таких великих подвижников в свое время, митрополит Корнилий. В 1684 году было закончено строительство этого монастыря. Он постыженник, он был митрополитом казанским один год и затем был митрополитом новгородским. И на покое он жил в этой обители, здесь был похоронен. Поэтому сегодня дата 335, свидетельство той любви, как когда-то монах, который стал епископом, митрополитом, все силы проявил для того, чтобы эта обитель процветала, чтобы братья увеличилась. Я думаю, это удивительный человек. Мы благодарим его за те труды, помним и вспоминаем вечную память митрополиту Корнилию. Из программы Министерства культуры, в которой участвует Русская Православная Церковь, и выделяется средство на продолжение реставрации Троицкого собора, я надеюсь, что в течение двух лет этот храм будет восстановлен полностью. Мы сможем, наверное, праздник Святой Троицы, может быть, 350 лет, может быть, раньше. Надеюсь, что мы будем не молиться и надеюсь, что братья будут помогать в жизни этой гимны. Древние и Древние обители. А братья я желаю, прежде всего, помощи Божьей, желаю, чтобы Отец Пахомий, игумент и обители продолжал свои служения, чтобы его труды, которые мы сегодня видим за те годы, те разрушенные храмы и стены, и корпуса сегодня, кто снова сияет и продолжает восстанавливаться. Я желаю, чтобы братья этой обители, кто сегодня вместе с нами, молилась, чтобы Господь укрепил их, дал им силы, еще раз праздником, с строительством Троицкого собора, и чтобы Господь наделал благодатью и помощью тех людей, кто сегодня трудится здесь. Праздник, обклинив вас, Господь, на многое и благая лета. Всякая обитель благодатна, и всякий храм угоден Богу. Врата монастыря открыты для всех. Братья молятся о том, чтобы покровительство Мартирия Зеленецкого не оставляло нас. Ведь недаром называют монастыри светильники мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова